Трансляцию веду я, Эльдарханов Алик Муслимович, заслуженный тренер России. Помогает мне судья международной категории Алимов. Мягдун Зайевич, город Москва. Совершенно правильно. Мы сегодня вдвоем постараемся осветить все наши встречи. Сейчас на татаме вызвали дзюдоистов в белом кимоно Сидых, Центральный федеральный округ, и в синем кимоно Уральский федеральный округ Семенов. Борьба идет за захваты. Вы видите, да, спортсмен в синем кимоно сейчас пытается пройти ближе к сопернику и подсечкой вывести его из равновесия. На татаме один готовит Петрова, Уральский федеральный округ, и в синем кимоно сейчас пытается пройти ближе к сопернику и подсечкой вывести его из равновесия. Сейчас дзюдоистов в белом кимоно провести бросок через голову не удалась попытка, борцов подняли в стойку, и это самое продолжение идет схватки. Алим Макзум Зиявович, скажите, пожалуйста, как на ваше усмотрение вот эти три дня прошедшие соревнования, как борьба сама юношеская, понравилась вам? Вы как судья международной категории, я думаю, вы должны знать, дать оценку трех дней соревнований. Спасибо, Абдурагим Абдон Муслимович. Да, вы знаете, наши спортсмены показывают достойную борьбу, очень достойную борьбу, уровень этой борьбы очень близок к европейским и мировым стандартам. Спортсмены борются в темповую борьбу техническую, показывают достойное знание техники и, я бы даже сказал, такую недетскую, зрелую борьбу. Вот это очень приятно. Я надеюсь, что из этих ребят вырастут достойные спортсмены, которые будут защищать честь нашей страны и по кадетскому возрасту, и по юниорскому, и придут ко взрослому возрасту, когда будут защищать честь страны на Олимпийских играх и больших чемпионатах мира. Спасибо, на самом деле это здорово. Сейчас борец с синим кимоно получает замечание за пассивное ведение борьбы, но технических оценок нет. И поэтому будем наблюдать за дальнейшим развитием схватки. У меня еще к вам один вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот новые изменения в правил дзюдо не повлияли на наши соревнования, именно на юношеские первенства России? Ну, если вы посмотрите, спортсмены стали бороться в более выпрямленной стойке из-за того, что были запрещены на сегодняшний день запрещены захваты ниже пояса спортсмена. В этом случае спортсмен, допустивший такое действие, снимается со встречи, ему объявляется поражение. И борьба, с одной стороны, приобрела вот такой оттенок того классического дзюдо, который когда-то начинался с Дзигара Кана. Однако надо отметить, что до сих пор, и я думаю, что это не последние изменения в правилах, что, может быть, в дальнейшем пройдут некоторые изменения, которые, я уверен, будут все равно на пользу дзюдо, где спортсменам дадут больше возможностей, больше шансов для атаки. Потому что единственное, чем прекрасна борьба, борьба прекрасны бросками. Совершенно правильно. Я с вами 100% согласен в этом отношении. Именно борьба дзюдо, чем нас и привлекает, это красивые, динамичные, яркие броски. Вот сейчас борец с синим Кимаро Семенов получает уже сразу подряд три предупреждения за пассивное введение борьбы. А ведь еще осталось 17 секунд до окончания встреч. Если так встреча пройдет, я думаю, сейчас его, сейчас да, сейчас будут наказывать борца в белом. Нет, не наказали. Но время подходит к концу. Если так закончится встреча, то Седых, я думаю, пройдет уже в следующий круг наших соревнований. Давайте для зрителей еще углубимся немножко в правило. Вы видите на табло сейчас три замечания. Если при этом спортсмен с синим Кимаро успел бы до сирены сделать техническое действие, которое было бы оценено арбитром хотя бы в оценку Юка, то, несмотря на все три замечания за пассивность, он выиграл бы. Потому что на сегодняшний день упор идет на техническую составляющую. Если оба спортсмена имеют, как вы сейчас видите на табло, одинаковое число зачетных оценок, то есть по нулю, они не сделали технических действий, победа присуждена спортсмену, который имеет меньшее наказание. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Это на самом деле надо донести до наших зрителей. правило.